Волчий вой Необычный. Он был пропитан горем и тоской. А утром следующего дня, хоть я и сплю довольно крепко, у дома грохот разбудил меня. Я выбежал, в чем был, за дверку. Картина дикая моим глазам предстала. У дома моего стоял огромный волк. Пес на цепи. И цепь не доставала. Да и, наверное, помочь бы он не смог. А рядом с ним стояла моя дочь. И весело его хвостом играла. Ничем не мог я в этот миг помочь. А что в опасности? Она не понимала. Мы встретились с волком глазами. Глава семьи той сразу понял я. И только прошептал губами. Не трогай, дочь. Убей лучше меня. Глаза мои наполнились слезами. И дочь с вопросом, папа, что с тобой? Оставив волчий хвост, тотчас же подбежала. Прижал ее к себе одной рукой. А волк ушел, оставив нас в покое. И не принес вреда ни дочери, ни мне. За причиненные ему мной боль и горе, за смерть его волчицы и детей. Он отомстил, но отомстил без крови. Он показал, что он сильнее людей. Он передал мне свое чувство боли. И дал понять, что я убил детей.